В прошлой программе шел разговор о двусторонних переговорах лидеров Белоруссии и Казахстана с одной стороны и Эрдогана с другой стороны. Но непонятен вывод, почему Лукашенко, не понимая глобальной политики, как мотылек на свет летит в созданную вокруг Эрдогана пустоту, а Назарбаев теми же действиями, демонстрируя понимание глобальной политики, выстраивает отношения с объектом среды. Ну, я полагаю, что непонятно, потому что нет желания посмотреть, как бы разобраться в этой проблеме, а не потому, что человеку действительно непонятно. Давайте посмотрим, что происходило в Стамбуле. В Стамбуле происходил саммит организации исламского сотрудничества. Надо полагать, Белоруссия является страной, где доминирующей религией является ислам, раз на этот саммит поехал сам президент. В России, как бы, я полагаю, несколько побольше и в процентном отношении, и количественно, и мусульман живет больше. Однако мы там ограничились в роли наблюдателей, там был просто делегированный государством наблюдатель. Дальше. Что же решала вот эта встреча, этот саммит? А они решали показать миру, просто продемонстрировать миру, что исламские вот эти страны, которые сейчас раздираются конфликтом в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, вот, и они стараются, что вот эти вот лидеры, эти страны, стараются не сжигать окончательно все мосты к диалогу друг с другом. То есть, исламские страны там решали сугубо практичную задачу, как нам все-таки сохранить каналы коммуникации, как удержаться. Ну и, естественно, в исламской стране Белоруссия, там самое место, надо поучаствовать, иначе не будет коммуникации. Что касается Казахстана, то мусульман в Казахстане тоже несколько больше, чем в Белоруссии. А что же касается самого Назарбаева, и почему его присутствие там просто необходимо, и оно диаметрально отличается от присутствия Лукашенко, то нужно знать, что существует Совет Сотрудничества Туркоязычных Государств. И в 2010 году какой-то там президент Турции Абдулла Гюль, о котором мы уже говорили, ох, непростая фигура, торжественно преподнес Назарбаеву скипетр и объявил его аксакалом всех тюркских стран. Ну и что? Назарбаеву надо было отказываться от этого саммита, от его участия? Так что все очевидно, все очень просто. Если просто посмотреть, что за мероприятие и необходимость присутствия на этом мероприятии каждого конкретного представителя конкретного государства. Желание было бы. Внимательно изучить вопрос, да? Нет, просто желание, вот не просто внимательно изучить, а просто желание посмотреть, что же произошло и что должен там каждый делать. Вот чего там нужно было Лукашенко? Ну, исламские страны решают между собой вопросы коммуникации. Это тоже очень важно и для Средней Азии, бывшего постсоветского пространства. Тоже очень важно в этом плане быть. Какие отношения будут? Как? Коммуникации восстановить, укрепить, не разорвать. Ну и естественно здесь со своей тюбетейкой Александр Ильгорьевич Лукашенко. Я тоже мусульманин, давайте налаживать коммуникации. Будем решать наш внутренний мусульманский вопрос.